Мы в окружном художественном музее Лос-Анджелеса, и перед нами картина Магритта «Вероломство образов», написанная в 1929 году. Она также известна под названием в переводе с французского, обозначающего «это не трубка». Забавная картина. Не то слово. Перед нами невероятно реалистичное изображение курительной трубки. Магритт пишет в такой чудесной, невероятной, прозаичной, отстранённой, иллюстративной манере. Да, как будто каталог иллюстрирует. А слова, написанные под изображением, делают картину похожей на обучающую карточку, например, для изучения иностранного языка. Только вместо ожидаемой надписи «трубка» здесь написано «это не трубка». И, конечно, прав художник — это не трубка. Это изображение трубки. Но ведь это трубка. Что авторитетнее? Верим ли мы этой иллюстрации, на которой так достоверно изображена трубка? Практически платоновская идея трубки. Образцовая трубка. Именно образцовая трубка. Или мы верим тексту под изображением, говорящему нам, что это не трубка? Что сильнее — визуальное представление предмета или слова, которые его отрицают? Для меня? Да, для вас. Изображение трубки? Изображение для вас значит больше, чем слова? Да. Интересно. Возможно, это потому, что вы историк искусства? Скорее, это причина того, что я историк искусства. Возможно. Я верю тому, что вижу. А сколько людей верит тому, что написано? Мне кажется, что для большинства слова авторитетнее. А для меня слово и изображение полностью уравновешивают друг друга. Я чётко вижу здесь трубку. Вот она. Это трубка. Идеальное изображение трубки. А надпись полностью это отрицает. И ей тоже приходится верить. Какое фантастическое напряжение между изображением и отрицанием его значения. А ещё, конечно, есть слово «трубка», которое тоже существует само по себе, отдельно от каждой конкретной курительной трубки. Верно. Получается, что трубка представлена двояко. Вот изображение трубки. Того, как она выглядит. Исчерпывающе ясное изображение. А ещё есть слово. Лингвистическая единица. Да. Ни то, ни другое, ни трубка. Точно не трубка. Да, и то, и другое способ заявить о существовании трубки, выразить наше представление о том, что такое трубка, обозначить, как называется, этот предмет, из которого курит. Так что же ещё может быть здесь нарисовано? Это трубка? То есть вы отрицаете текст. Получается, что изображение и текст занимают одно и то же место, и то, и другое есть на картине. Получается, что этой картиной Магрит бросает вызов представлению о том, что словами или изображениями можно обозначить что и что, и делает это игриво. Кроме того, он бросает вызов иллюзионистической истории западного искусства. Однозначно и делает это с помощью фальшивого натурализма, осознанного натурализма, который выходит за пределы натурализма как такового, противопоставляя его ему самому. Совершенно чётко изображённая идеальная трубка. А под ней ясный текст, написанный шрифтом, напоминающим прописи в начальной школе или детском саду. Задача этого шрифта — максимально облегчить передачу информации. Поэтому он и выглядит так авторитетно. Получается, что тема этой картины — отрицание авторитета как слов, так и изображения, не так ли? Думаю, вы правы. Помню, когда моя дочь была совсем маленькая, она каждое утро рассматривала картинки в книжках, похожие на эту картину. Показывала на изображённые предметы, а я говорила ей, как они называются. Вы совсем сбили бы её с толку, если бы показали ей картинку с надписью «Это не трубка». Продолжение следует...